Так, ну что, правом данным мне Богом и людьми, недавно заседаю, заседание Читает. Я, к сожалению, не мог предупреждать на том, что происходило в Турбику. Исходя из своих эгоистических интересов, меня на данный момент лучше занимало происходящее в первой группе, но это не значит, что все остальное происходящее в Турбике не имеет вопроса. Что за задание было на пленарное заседание, я бы спросил, исходя из самоопределения по поводу проблемы. Во-первых, что я хотел бы услышать в Турбике, если какие-то проблемы. Прежде всего, определение проблемы, однако, не само по себе, а, скажем так, скорее определение себя в этой проблеме. То есть, самоопределение проблемы и должно это подразумевать, на мой взгляд. То есть, не абстрактное там какое-то описание, у кого-то есть какая-то где-то проблема. А демонстрация того, что это есть проблема во мне, там, ну как, не фарически во мне, да. И я эту проблему проживаю, и для меня это таки проблема. Это один момент. А второе, если другому удалось на это выйти. Это то, что выносилось тоже в программе, это, ну скажем так, слишком амбициозно, это проект выхода, план выхода из этой проблемы. Если у группы появляются какие-то наметки того, как эту проблему можно рационализировать, соответственно, перевести в рамк задач для решения, вот, чтобы, с точки зрения группы, это могло быть. Поэтому, поскольку для разных групп проблемы звучали несколько иначе, и где-то они были более, может, онтологически, где-то более эксистенциальны, и так далее, то я, соответственно, жду от одних групп докладов, от других участников, скорее действий. Есть и таковые действия самоопределения. Поэтому, сейчас объявляю ритуальную фразу, хотя только что Маскевич рассказывал, что не надо быть рабами ритуалов. Но, тем не менее, хотелось бы услышать, какие группы хотели бы сделать доклад на дренарном заседании, или участники, кто бы хотел тоже выступить на дренарном докладе с тоже такой вот самоопределенческой поведенцией по поводу рамки. Слушаю предложение. Кто, какие группы хотели бы сделать. По образованию, по образованию, по концептуализации. Окей. Еще есть? Группа концептуализации и комиссионной формы управления формированием национального сообщества. Я готова сделать доклад со своей игровой позицией. Хорошо. Есть заявки. Еще есть? У нас группа самоопределивалась, но я просто хотел бы сказать пару слов, чему она самоликвидовалась. Я думаю, это мое некое значение. То есть доклад мы не будем. То есть мы пошли до основы, что наибольшие источные речи были сказаны уже в другой день, про то, что сформировалась полисобъектность. Ну хорошо, сейчас не будем. То есть ты считаешь, что то, что ты скажешь, имеет значение для всех учащих выигрышей. А я думаю, что это мое завершение. Развивать его между первой группой. Окей. Таи заявки. Еще. Есть или? Я, наверное, не столько от группы, сколько от себя просто. Потому что группа, в общем-то, мы как группа, мы так ладно, не пришли. Но у меня есть просто, согласно вашему предложению, сделанному в начале, нечто про проблему и про себя в проблеме. То же самое, как и греческое выступление. Ну хорошо. Четыре человека. Ну, мы, конечно. Да. Хаша, это было нечто. Ваше выступление. Ну, может, ну, ладно, как раз. Пожалуйста. Пять предложений. Еще какие-то есть желающие выступления? Сейчас. Остальные, видимо, не созрели. Хорошо. В таком случае, за право, это первая ночь, кто-нибудь будет сражаться? Какое право? Право выступить первым. Право. Кто-нибудь имеет желание, намерение задать своим выступлениям, придать начальный и пульфлинар? Кто-нибудь сам определится, выйти? Или руководитель должен патент? Я работал в группе подправления программного управления. Мы работали в той группе и, в общем-то, к докладу мы не пришли. И, как бы, вот к этому были определенные причины. И, в общем-то, как бы, исходя из этих причин, я, как бы, считал, что мое выступление не должно было бы быть первым. А, как бы, первым должно было бы быть вступление от группы, которая занимается какими-то телеполаганиями. Вот. Но поскольку группа эта пока не хочет себя проявлять, а у меня, как бы, исходя из того, что мы, как бы, там наработали основные затруднения, именно с этим возникли, то я, как бы, тогда такой сделаю. Спасибо. Кто, возможно, в этой позиции будет выступать. Это состоит он в следующем. То есть, проработав в группе, и, как бы, мы, и, понятно, что программный режим есть нечто необходимое и важное для реализации миссии, я, как менеджер, его не могу, ну, как бы, спланировать. Потому что, ну, как менеджер, именно работающий с финансами, я могу ресурсно нечто обсчитать, понять, как это вот, что-то там, какие, в общем-то, места и зоны должны быть в этом проекте. Но материал, в общем-то, как бы, идет не, как бы, не от меня. То есть, по сути дела, допустим, основные программные ленточки, которые должны запускаться, они, в общем-то, должны полагаться, как бы, на уровне цели полагания. То есть, это, как бы, вопрос к такому, там, популятивному, коммуникативному субъекту, который у нас там формируется, что, в общем-то, в результате ваших, как бы, диалогов и дискуссий, в общем-то, как бы, должны быть сформированы какие-то определенные приоритеты. Приоритеты, как бы, связанные там, что сейчас более всего важно, что оно должно быть первоочередно вынесено и запущено, какие-то временные параметры согласования этих, как бы, важных вещей, то есть, что, в общем-то, как бы, может терпеть, а что может не терпеть, допустим, как бы, долго, и, как бы, что-то может, ну, как, в порядке того, как рассчитывать и согласовывать процессы, чтобы я, в общем-то, потому что я из своей позиции этого не смогу породить. Мне для этого нужно либо материал готовый, либо вступать в коммуникацию с носителями этих целей и задач. Я могу нести, как бы, ранку ресурсов. Что вот на это у вас хватит, на это не хватит. С этим, как бы, может, если очень хотите, это можно вот вперед, и потом, как бы, предлагать уже на основании этой коммуникации, как, какой, как возможен, допустим, программный режим. Понимая ограниченность, как бы, своей, как бы, позиции, понимая, что этот, как бы, такт должен быть следующим, уже когда какой-то, как проект предлагается, он должен, как бы, по-анименации и обсуждаться. Потому что, ну, машина, она машина, но она должна быть еще живой. И без, как бы, принятия, как бы, этим уровнем, который эти цели вначале, как бы, поставлял, в общем-то, эта машина не может быть запускаться. То есть, вот, я вижу, как бы, несколько тактов коммуникации, только после которых можно что-то, как бы, запускать. А может, с кем? Может, с кем? Ну, допустим, разработчика какой-то вот программы по запуску программных процессов. С кем? То есть, разработчика, допустим, я. Я ее, как бы, разрабатываю в позиционном, организационном плане, ресурсном. Не понял. Разработчиков по запуску, программам по запуску процессов. Ну, видимо, еще идет о программе, ну, когда, финансовая, прежде всего, программа, или как? Не, ну, вообще все процессы должны быть программные, но они должны быть, чем ресурсно-подкрепленные. Если, допустим, ресурсы неподкрепленные, они не программные, и они не реализуются. Я услышала с вами следующее. Ты говоришь, я могу принести там, ну, свой слайд, как финансовый менеджер, имея, ну, там, список приоритетов, какие-то рамки, какие-то рамки, которые, да? Вот, и потом ты, а следующий трезис, только, там, такт коммуникации, я ей спрашиваю, ты какой такт коммуникации имеешь в виду? Ну, первый такт, материал-поставка, после чего происходит какая-то проработка некого сырого проекта, который согласовывается, как бы, с существующим ресурсным, как бы, положением. И следующий такт, коммуникации, это уже, как бы, его обсуждение и принятие. Отваждение. А с кем, по-твоему, надо коммуницировать сам вначале? Кто должен вот это вот самое предоставить? Вообще-то, должен сориализоваться некий субъект, который, в общем-то, несет эти цели и задачи. Коммуницировать нужно с ним. И что он должен дать? Материал-то абстрактный. Передместец, я вам же сказал. Набор приоритетов, то есть, это, когда уберут. То есть, что реализуется в первую очередь, что в вторую очередь, что в третью очередь. Это что? Ну и какие-то временные параметры, допустим, рассогласования каких-то процессов. То есть, что может быть, допустим, терпеть на более низком ресурсном уровне, что, допустим, должно, как бы, получать лучшие, как бы, приоритетное развитие, потому что оно, как бы, необходимо, без этого никакого. А что непонятно сейчас? Я, финансовый менеджер, в принципе, могу попробовать вам просчитать, как бы со мной надо поговорить по этому поводу, какие у вас планы. Что-то я со мной говорю, если он говорит, ну, кто-то же должен там образоваться, ну, где-то кто-то должен образоваться, и пусть оно со мной поговорит. Место для коммуникации, оно нам будет, ну, можно пожаловать. То есть, вы с вашей тело будете говорить, или что? Ты что хочешь узнать? Нет, я веду. То есть, я хочу знать. Вам непонятно, что? Как будет протекать коммуникация между ними? Где она будет протекать? Что вас, в данном случае, требует, как говорится, схематизации? Ну, хорошо. Вопросы? Есть какие-то? к этой ситуации, к этому самопределению проблем? Или все всем понятно? Ну, хорошо. Вариант самопределения позиций, какая-то даже наметка на то, как ее решать, вроде нет. Увидимся дальше.